Приветствую всех на канале Алекс Бойко. Сегодня я хочу показать вам одно очень классное устройство, которое мне прислали на обзор из Китая. Это держатель для смартфона, который оборудован трехосевым стабилизирующим подвесом. Я уже делал обзор на подобное устройство от другого производителя. Компания Gucen, которая прислала мне этот стабилизатор, занимается производством стабилизаторов для профессионального видеооборудования. Но сейчас даже смартфоны позволяют снимать очень качественное видео. И поэтому они начали производить стабилизаторы для смартфонов. Эта модель называется Moza Mini C. Внутри этой коробки находится еще одна черная коробка, внутри которой мы видим краткую инструкцию и сам стабилизатор. А также тут находится аккумулятор типа 18650, зарядное устройство для этого аккумулятора и кабель USB-MicroUSB. И еще вот такой вот пакетик, потом я покажу, что там. Сам стабилизатор выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. Ручка прорезинена и не скользит. На нижнем торце ручки есть стандартная резьба, которая позволяет установить стабилизатор, скажем, на штатив или прикрутить к моноподу, тем самым удлинив ручку. Тут же находится отсек для аккумулятора. Строение самого трехосевого подвеса стандартное. Раз, два, три мотора и держатель для смартфона. Кстати, держатель для смартфона тут очень надежный. Он сделан не в виде подпружиненного зажима, как в стабилизаторе из прошлого обзора, а закручивается при помощи винта. Просто устанавливаете сюда смартфон и зажимаете. И будьте спокойны, что он не выпадет во время съемки. Зажим открывается на 85 мм, что позволяет установить сюда практически любой смартфон, включая такие огромные, как iPhone 7+, iPhone 6+, и другие большие смартфоны. Для того, чтобы включить подвес, нужно 2 секунды нажать и удерживать вот эту кнопку. Стабилизатор активизировался, смартфон принял исходное положение, и теперь можно приступать к съемке. Кстати, конструкция этого стабилизатора позволяет отсоединить сам трехосевой подвес от ручки. Вот таким вот образом. И прикрепить его к специальному держателю, который продается отдельно, который можно прикрепить куда угодно. Над кнопкой включения есть небольшой джойстик, которым можно наклонять смартфон влево, вправо, или вверх, или вниз. Таким вот образом. При помощи этого джойстика можно направить камеру строго вверх, прямо в потолок, или вниз, прямо себе под ноги, и при этом она будет застабилизирована. Если затем нужно быстро вернуть камеру в исходное положение, просто трижды нажимаем на кнопку включения. Раз, два, три. И камера принимает исходное положение. Также можно крутить смартфон на 360 градусов и дальше по кругу неограниченное количество раз. Это, кстати, можно применить при съемке, например, панорам. Подвес может работать в трех режимах стабилизации. При включении режима происходит нажатием на кнопку джойстика. Основной режим включается всегда по умолчанию. При этом кнопка включения мигает одиночными вспышками, как сейчас. В этом режиме камера смотрит прямо. Как бы вы не подымали или не опускали ручку, камера всегда смотрит прямо. Влево или вправо камеру можно повернуть либо при помощи прокручивания ручки, либо при помощи джойстика. Второй режим включается двойным нажатием на джойстик. Кнопка включения в этом режиме мигает двойными вспышками. В этом режиме, когда вы подымаете или опускаете ручку, смартфон плавно следует за вашими движениями. Также смотрит вниз или вверх. Также можно управлять наклонами и поворотами при помощи ручки влево-вправо или джойстика. Третий режим включается длительным нажатием на кнопку джойстика. Это режим блокировки. В этом режиме кнопка мигает тройными вспышками. Камера заблокирована в том направлении, куда вы ее выставите при помощи джойстика. Вот сейчас камера смотрит прямо на стену. И теперь в какую сторону вы бы не крутили рукояткой, камера всегда будет смотреть на стену. Также есть возможность вертикальной съемки. Просто наклоняете ручку на 90 градусов влево или вправо, и подвес автоматически переворачивает смартфон в вертикальное положение. Кроме того, есть так называемый режим LivStream, когда смартфон можно вставить вертикально в положении, когда ручка тоже смотрит вверх. Честно говоря, я не знаю, кому это может понадобиться. Судя по названию, это нужно, наверное, для того, кто проводит стримы или что-то в этом духе. Вообще, эта вещь будет незаменимым помощником, например, для блогеров, которые снимают сами себя. Им нужна хорошая картинка в любой ситуации. А также для тех, кто ведет активный образ жизни и хочет снимать все на видео в хорошем профессиональном качестве, без той тряски, которую невозможно смотреть. А в этом пакетике, ребята, находится дополнительное крепление, которое можно прикрутить вот сюда вот. Здесь стандартная резьба для того, чтобы вы могли установить какое-то дополнительное оборудование. Возможно, микрофон, освещение или еще что-то в этом духе. И еще есть специальное приложение, разработанное создателями этого стабилизатора. Установив его на ваш смартфон, можно управлять включением, выключением камеры, зумом и другими функциями при помощи кнопок на стабилизаторе, не прикасаясь к самому смартфону. Или, например, можно снимать таймлапсы. Но, к сожалению, на данный момент это приложение доступно только для айфонов. А у меня телефоны на андроиде. В принципе, мне понравился этот стабилизатор. Из минусов могу отметить очень чувствительный джойстик. Хотелось бы, чтобы он работал чуть плавнее. И не помешало бы наличию какого-нибудь чехла или бокса для хранения и переноски этого устройства. Стоимость данного стабилизатора в этой комплектации 219 долларов. Купить его можно либо в официальном магазине производителя, либо на Амазоне. Все ссылки я оставлю в описании. А сейчас посмотрите видео, снятое при помощи этого стабилизатора и смартфона Samsung S7. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok